Зачем хвойные держат в горшках, в контейнерах и выращивают контейнеры? Зачем? Для того чтобы продать, для того чтобы растить, переставлять, ну хвойные это уличные растения, они никогда не будут расти, им желательно одно место посадки, где она будет расти и развиваться постоянно. Кто-то хочет посадить в горшки, потом вырастить, я думаю это лишние хлопоты, чтобы продать ее. Главным образом это временное пребывание хвойного растения в горшке. Давайте разберемся, вот садим растение мы на постоянное место жительства, для того чтобы оно росло и радовало нас. Правильно, во-первых рост корневой и рост самого растения намного лучше, намного лучше в грунте, при выкопке, я не считаю что так сильно портится растение, корневая сильно травмируется и то есть при хорошем уходе, при хорошем поливе можно в любой саженец выходить, практически выкопанный из земли, из грунта. Такое растение в контейнере можно садить летом, в жару, притенять главное, если у нее развита корневая система, я просто не знаю как здесь развита корневая система, это подарок, еще раз повторяю, и когда мы его будем доставать, мы обязательно снимем видео, посмотрим там какая корневая система, или она выкопана с грунта, с голым корнем, как это было у нас например в туи шаровидной, которую мы достали там из горшка, там не было такой плотной корневой, которая бы могла развиваться действительно, хотя где плотная корневая, там половина корней отмерших и я не думаю, что будет ток от них какой-то, там все равно, для того чтобы сажать хвойные растения, сажать их на участке, лучше сажать их сразу в грунт, брать из грунта, но это уже тоже на ваше усмотрение, но я бы советовал из грунта брать и ехать и сажать, это единственный вариант который мне более-менее подходит, в горшках продают, вы не знаете достать, вам не каждый продавец достанет из горшка, прям и покажет корневую систему, поэтому риск тоже большой, и опять же не думайте, что вы посадили где-то за баней растения и придете в него за ним через три года и посмотрите какая красота там будет, растение надо ухаживать за ним, поливать постоянно, постоянный присмотр, то есть постоянно, каждый день, особенно первый год жизни его, когда вы посадили его, пересадили в горшке, с горшка в грунт, обязательно смотрите за ним, внимательно за ним следите, притеняйте, поливайте, удобряйте уже как можете, я не выращиваю в горшках и советую вам переходить полностью на грунт, если купили в горшке, пожалуйста, сразу сажайте в грунт, не держите его дома, если вот елка у нас зимой некуда было посадить правильно, мороз был, вот мы ее посадили в горшок, она сейчас до весны, сейчас маленько, немножко акклиматизируется и все, и она пойдет в грунт, да она будет болеть, я уверен, будет болеть, но зато потом будет довольно-таки красивая, хорошая девушка, но елка коника, я уже говорил неоднократно, что это очень бедитное растение, очень боится солнечных лучей, им них особенно растет в южных регионах, ну где-то, если растет в север, то ее надо укутывать и смотреть там, как это все будет, на этом всего доброго, с вами был Евгений Филимонов, питомник Хойный Горик, удачи.